Мы продолжаем наше интервью. Итак, Александр Михайлович Крамской. Мы говорили о нём как о гитаристе, о композиторе, о дирижере. И ещё вот то, о чём я забыл сказать в самом начале и о том, что только что перечислили вы, музыкальный деятель. Да, да. У вас, кстати, тоже есть такое звание или титул «Наслуженный деятель культуры». Дело в том, что… Извините, я когда читал вашу биографию, вообще я в Испании живу половину моей жизни. 23 года я повёл в Испании. То есть это половина моего ДНК русская, половина додерека уже Испания. Оба моих сына родились в Испании, для них испанский язык, он может быть даже первый родной язык. У меня два языка. Я обычно, как-то меня не вызывает никаких проблем, вот такую разговорную речь перевести. А вот деятель искусств, я как-то вот когда прочитал, как же я буду переводить-то? Я посмотрел в словаре. Вот у меня тут открыт словарь, и оказалось, что вот в испанском языке деятель – это актёр. То есть актёр. Вот я на неё нажимаю, и тут ещё несколько вариантов есть. Ахенте, то есть агент. То есть нет такого слова в испанском языке. Есть общественные дети, политические дети, государственные дети. А вот дети культуры, вот у нас вот здесь есть. А я вам сейчас скажу. У вас в испанском языке такого нет. Вот я вам сейчас скажу. Если вот говорить об отце, и обо мне, или может быть ещё о каких-то индуканах. У нас даже было принято в своё время, сейчас уже меньше. Но, напоминаю, хотят вернуть это. Тот человек, который занимается искусством, он всегда должен своё искусство ещё кому-то передать. Но, безвозмездно. Поэтому было ещё у нас такое направление, как общественная работа. Мы, люди того поколения, мы привыкли к этому. Меня наградили золотой медалью. Это славянский фонд России за благодатный труд. А что такое благодатный труд? Мне никогда в голову не приходило об этом раньше подумать. А в общем, это правильно. Потому что я никогда не зарабатывала на деньги. Так, вот прямо вот, только за деньги. Я в основном работала, потому что надо это делать. И чтобы это было. И я не заботилась о том, что в семье, может быть, не хватит. А я знала, что вот это нужно сделать. То есть это, другими словами, антуизм. То, чем занимались наши меценаты, то, чем занимались братья Татяковой. Они по-самому говорили и подарили её в город. В архиве отца, среди нот, среди всяких документов, я нахожу постоянно, вот даже уже недавно тоже нашла. Благодарим Иванова Крамского за проведённый благотворительный концерт в каком-то там доме ребёнка, например. Или в институте, где учатся там такие-то, такие-то ребята, такие-то специалисты. Он постоянно выступал в благотворительных концертах в военных академиях. Потому что такое всегда было у русских людей.